Когда у скульптора Радена спросили, как он достиг такого мастерства, он ответил, я просто беру глыбу мрамора и отсекаю все лишнее. Сегодня у зрителей нашей программы появится уникальная возможность посмотреть, как простые камни превращаются в настоящее произведение искусства. Программа «Культурная столица» и я, Анна Руда, побывали на планере скульпторов. Владимир Подтелеев, один из самых известных скульпторов страны, выступил организатором планера. Если в прошлом году большинство участников были из числа метров, то в этом году сделали ставку на молодых талантов. Они только вышли из стен Академии искусств, но организаторы уверены, именно за этими ребятами будущие скульптуры. Поэтому название планера звучит весьма символично. Гродно – прошлое и настоящее. Вот такую тему избрали, потому что сами работы по окончании предполагается установить в Каложском парке. Такое название отражает и тематика работ. Владимир Иванович для будущего парка «Скульптур» готовит малую форму под названием «Диалог пиков». Мастер признается, что родной Гродно со своей богатой историей вдохновил его на создание произведения. «Диалог столетий. Два камня переходят в одно целое или соединяются с какими-то градациями цвета черного, белого, серого. То есть, ну, как жизнь». Катя Зонтария – единственная девушка, принимающая участие в планере. В женских руках болгарка превращается в волшебный инструмент, создающий прекрасное произведение искусства. Катя создает скульптуру воина, который, пришедший на нашу землю с мечом, так здесь и остался. Ну, камень лежал в земле, потом оказался на поверхности, его выколупали, привозили сюда. Здесь из него осталось тоже что-то выколупать, чтобы вернуть его потом на эту же самую поверхность. Ну, есть такое ощущение, ну, мне хотелось бы, чтобы было такое ощущение, как будто есть что-то большое, что спрятано целиком в земле, и только часть его торчит на поверхности. Игорь Засимович приехал на планер из Минска. Свою работу он шуточно называет «Дартом Вейдером», и такое сравнение не случайно. Скульптор создает рыцарский крыжатский шлем, как обобщающий образ всего темного и злого, что пыталось завоевать нашу страну. Гранит – один из самых сложных материалов в обработке, и потому очень интересен Игорь. В принципе, валуны – это уже, можно сказать, по нашей мифологии, это уже, в принципе, существа, такие вот духи, что ли, но с которыми нужно иметь уважение, если как-то входишь в их какую-то среду, сферу. Поэтому, наверное, тема вот насколько впустит, насколько позволит камень воплотить замысел автора, а так оно и происходит. Мы будем говорить, что это вот разговор с этим большим, мудрым валуном. Какую скульптуру делает самый молодой участник планеры Артем Медведев, пока тайна за семью печатями? Однако, мастер обещал раскрыть все секреты в день закрытия планеры 24 августа. И, конечно же, об этом расскажет культурная столица. Иван Васильевич Медведев – художник и архитектор, оставивший заметный след в белорусском искусстве. Обычно творчество мастера принято делить на два периода – вильнюсский и минский. Но есть среди работ художников и особая серия, посвященная нашему городу. Подробнее в нашем следующем сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok 31 июля состоялось торжественное открытие выставки «Искусство как документ. Путешествие Ивана Медведева». Акварели с изображением Гродна конца 60-х годов в наш город привезла дочь художника Ирина Кузнецова. Эти работы я привезла, конечно, впервые, потому что они долгое время просто хранились в подвале. И когда я начала принимать наследство и разбирать эти работы, можно сказать, что я сама их первый раз увидела. Потому что я тогда была ребенком, когда он это рисовал. И я увидела, что эти работы очень интересны. И они будут интересны именно тем людям, которые живут в этом городе. Ирине Ивановне вторит и знаменитый гродненский историк Виктор Саяпин. Он уверен, что выставка представляет ценность как для профессиональных историков-краеведов, так и для простых людей, влюбленных в наш город. Город наш был в тех временах, в конце 50-х, в начале 60-х. Маленький, уютненький, зелененький. Движения транспорта практически не было. На Советской улице она была открыта для транспорта. Ходил автобус номер один. Маслобаза, станция Лососна. Пройдет один автобус в одну сторону, другой автобус в обратную сторону. Проедет, может быть, одна машина какая-нибудь, типа Победы. Прогромыхает какая-нибудь повозка, которую лошадь тянет. И вот такие вот теплые, приятные, ностальгические воспоминания моего детства. Наследие Медведева весьма разнообразно. Оно включает в себя работы в области архитектурного проектирования, графики, плаката, театральной декорации, оформительского искусства. Особое место в творчестве мастера занимают серии акварельных и пастельных городских пейзажей. Иван Васильевич много путешествовал. Благодаря этому из-под его кисти выходили уникальные работы, посвященные Ленинграду, Вильнюсе, Риге, Паланге и другим городам. Его акварельные и пейзажные работы отличаются мягкостью и лиричностью. Очень большое мастерство акварельной, потому что сейчас, я ведь сейчас так не пишут, я долгое время работала в Союзе художников по работе с молодежью, возила их на пленеры. Сейчас так не рисуют, сейчас не умеют этого делать. Ирина Ивановна продолжает династию художников. Она выставляла свои картины рядом с отцовскими работами. Одна из таких экспозиций в Гомеле стала знаковой. Рядом был зал моей выставки, там было мало людей. А там, где выставка папы, там много людей, все приходили в Гомеле и говорят, «О, там не так покрашено, а у нас эта улица уже переменилась». Я увидела, как много людей интересуются именно историей. Я как художник не придавала этому значению. Но когда приходили власти города, и когда начали говорить, что они с удовольствием приобретут эту коллекцию, поэтому, конечно, у меня появилась цель предложить ей Гродно, эту коллекцию, чтобы она тоже здесь осталась. Оригинальность, самобытность, эмоциональную выразительность работ отметили и посетители выставки. Все, от рядовых зрителей до экспертов, сошлись во мнении, что эта серия акварелей должна навсегда остаться в нашем городе. Медно-литая пластика в жизни наших предков занимала большое место, о чем свидетельствуют сохранившиеся древние вещи и летописи. Литье с каждым годом привлекает все больше внимания любителей и специалистов во всем мире. Так в Гродно открылась выставка под названием «Образ отлиты из металла. Русская мелкая пластика XVIII-XX веков». Она носит у нас искусствоведческий характер, потому что характеризует литье по определенным художественным школам. Религиоведческий, конечно, потому что у нас представлены иконописные каноны. Можно проследить жизнеописание святых. Мы к теме христианской святости притрагиваемся. Также выставка носит исторический характер, потому как развитие медного литья рассматривается в ходе конкретных исторических событий. Само это искусство зародилось в далеком XI веке с изготовлением крестов, икон и створцов. Затем, в 1772 году, Петр I издал запрет на изготовление резных образов. Литье вынужденно существовало потаенно, и в основном им занимались старообрядцы. Мастера-умельцы создавали разнообразные сюжеты, в которых выражали свое видение мира как творение Божьего. Возможно, у посетителей выставки возникнет вопрос – то, что мы видим, это иконы? Конечно, это иконы. И поэтому у нас специальный раздел первый так и называется – «Богословие православной иконы». Дело в том, что медное литье, сюжеты, которые мы встречаем на них, они следовали иконографическим канонам. И сюжеты из живописных икон брались за основу сюжетов, которые мы можем увидеть в медной пластике. Поэтому специально так сделано, что мы можем увидеть рядом представлены живописные образцы, и рядом с ними также иконы, отлитые из меди на один и тот же сюжет. Только в конце XIX века было дано разрешение на легализацию медного литья, и оно стало повсеместно распространяться. На экспозиции представлено более ста предметов, которые Игорь Геннадьевич лично выбирал из фондов Гродненского музея истории и религии. Медно-литая пластика – это замечательное и до конца не исследованное явление русской художественной культуры, имеющее тысячелетнюю историю. Показанное на выставке образы медной пластики является произведениями искусства и человеческого таланта, украшающего нашу жизнь. Антон Павлович Чехов был уверен, что можно обмануть в любви, в политике, в медицине, но нельзя обмануть в искусстве. Верьте прекрасному! С вами была «Культурная столица» и я, Анна Руда. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!